В 2017 году рынок пива в России сократился на 5%. Только бюджет Новосибирской области потерял около четверти миллиарда рублей. При этом, по некоторым экспертным оценкам, доля контрафакта может достигать 30%. Что заставляет бизнес уходить в тень? Об этом далее в Прецеденте. Проблема нелегального пива наносит серьезный ущерб всей отрасли, региональным бюджетам и представляет угрозу потребителям. Исправить же ситуацию может открытое сотрудничество властей и участников рынка. Такими стали выводы круглого стола, теневой оборот пива, инструменты и практика контроля. Но почему увеличивается доля рынка, находящегося в тени? Органы власти придумывают регулирование. Оно очень сложное, оно очень многоступенчатое, оно очень дорогое. Нужно все время делать довольно сложную операцию и там следить, чтобы она стыковалась с тем, кого ты получил, с тем, кому ты отдал. И ты вот это все должен делать. Значит, подумывают люди, давайте я буду без этого делать. Значит, возникает вот этот вот контрафактный рынок, вот эта водка безакцизная или казахстанская маржа. Сама по себе казахстанская маржа – это не криминал, а эффект, получаемый экспортером из-за разницы в размере акцизов. В России он в три раза выше, чем в соседней республике. Но на практике через границу к нам приходит не просто более дешевый товар, а уже совсем нелегальный. Чтобы почувствовать разницу, отправляемся в магазин «Провирка» на Владимировской. Казахстанское вообще пиво много у вас? Нет, это вот только вот это. Вот все, что стоит в холодильнике, это казахстанское пиво? Ну, вы в курсе, да, что он через эгоист не проходит это пиво? Нет, я вообще, честно, не в курсе. Нашим трофеем становится подозрительно дешевое повладарское пиво, на бутылке которого нет информации об импортере. Когда это пиво выпивает какой-то человек, да, может произойти, как минимум, человек может быть недоволен его качеством. Как максимум человек может отравиться. Кому эти проблемы переадресовать? В России импортера этого пива нет. И второй вопрос это в том, что с этого пива не платятся никакие отчисления в бюджет. Но мы не о проблемах казахского бюджета, обманутого производителем. Мы о нашем региональном бюджете, теряющем сотни миллионов рублей из-за того, что легальные производители оказываются не в состоянии конкурировать с контрафактом. Владельцев «Пробирки» это, похоже, не волнует. Пиво нам привозят поставщики. То есть мы им оплачиваем за все. Сейчас мы им делаем возврат этой продукции, потому что нам она не нужна. И далее у поставщиков вы будете брать такую продукцию, с которой не уплачен акцист? Вот нам привезли, мы поставили. И дальше хоть трава не расти. По поводу их налогов за это платят ли они или не платят, я не в курсе. Мы проверили около ста точек, продающих пиво, и выявили порядка десятка точек, которые торгуют вот этим вот самым нелегальным казахстанским пивом. Граница Новосибирской области с Казахстаном вот она рядышком. Завозить этот продукт проще всего. Производитель контрафакта в сравнении с добросовестным игроком находится в более выгодном положении, потому что не платят с каждого литра по 21 рублю акцизного сбора. Эти деньги и становятся маржой для тех, кто в тени. Парадокс же в том, что власть сама стимулирует бизнес уходить с легального поля, когда пытается бороться с контрафактом, усиливая регулирование отрасли и придумывая бесконечные законотворческие ноу-хау. Только в первом квартале 2018-го, к примеру, выданы на гора предложения по маркировке и лицензированию в сфере производства и оборота пива и по ограничению использования ПТАРы объемом до полулитра. Власть придумывает новые меры. Это исполнители, которые коррупционеры, опять получают новые инструменты для коррупции. Участники рынка страдают, акцизы меньше. Те говорят, слушайте, там акцизы меньше. Давайте усилим. И вот такой вот замкнутый круг. Когда пивной акциз составлял 3 рубля, в стране практически не было уклонистов. Рисковать неуплатой налогов было невыгодно. Сегодня же разница между значительно потяжелевшим акцизом и возможными штрафами такова, что многих это толкает на кривую безакцизную дорожку. Неудивительно, что ведущий круглого стола Виталий Букатин провокативно заявил. Мое мнение устойчивое. Молодец тот бизнес, который ушел в тень. И спокойно работают, и зарабатывают деньги. Ильвийная доля теневого оборота – это заслуга как раз надзорных органов. Они пытаются сильнее давить на легальный бизнес. Легальный бизнес понимает, что им по правилам играть нет никакого смысла, потому что тем, кто играет не по правилам, они живут хорошо. В 2008 году какие-то изменения произошли. Предприниматель для себя понял, да, есть определенная торговая надбавка, есть маржинальность, мне этого хватает. Проходит полгода, появляются новые изменения в законодательстве. ИГАИС, онлайн-кассы, вопросы по ПЭТ и так далее, и так далее, и так далее. И человек сидит и думает, либо ему бросать это дело, потому что это становится неинтересно экономически, либо ему находить какие-то лазейки. Итак, прозрачные и понятные принципы регулирования в альтернативу законотворческой чехарде последних лет. Если власти проигнорируют этот запрос бизнеса на конкурентную справедливость, системные проблемы рынка пива будут только продолжать усугубляться. Представители отрасли здесь, и задача сегодняшняя – сформировать собственную позицию, которую хочется донести любыми средствами до надзорных органов, что все-таки бизнес от них ждет. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Продолжение следует... Продолжение следует...